Осень не успела подойти к своему логическому завершению, а холодная зимняя погода уже посетила улицы нашего города. Если для пешеходов проблема скользкой дороги решается сменой обуви, то автомобилисты должны позаботиться об установке зимней резины заранее. Совсем недавно синоптики пообещали до минус 10 градусов температуру воздуха в Казани, а первый снег выпал задолго до начала зимы. На дорогах лужи и слякоть, а значит наступает гололедица. Именно скользкая обстановка на трассе является главной причиной, почему водителям стоит не просто задуматься о замене летней шинной резины на зимнюю, а заняться этим вопросом прямо сейчас. Мало кто знает, но основное отличие зимних и летних шин отнюдь не в наличии шиповки, а в составе резины, из которой они делаются. Вот сейчас у нас погода изменилась, пошел снег, сегодня снег с дождем, и пришло время, когда нужно поменять шины автомобилей с летней на зимнюю. Дело в том, что состав шин летний и зимний, он разный. Зимняя шина, она более эластичная в холодное время года. Она эластичная и она поэтому плавно тормозит и позволяет, идет хорошее сцепление с дорогой и она плавно тормозит. В состав летней резины входят наполнители, которые позволяют плавно тормозить именно на горячем асфальте, на горячем дорожном покрытии. Но летняя резина при пониженных температурах, она становится деревянной. Естественно, уменьшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь. В сентябре 2023 года правительство Российской Федерации ввело изменения в правила дорожного движения. Теперь, если в зимний период водитель не сменит летнюю шинную резину, то ему предстоит выплатить штраф в размере 500 рублей. До этого момента подобные случаи ограничивались предупреждением, но важность безопасности на дороге одержала победу. Еще в Советском Союзе люди не знали про существование специальных шин, которые смогли бы помочь вовремя затормозить на заледеневшей дороге. И это имело свои последствия. Всевозможные аварии, случаи, когда структура резины на колесах деформировалась из-за слишком холодной температуры воздуха и вызывала затруднения при езде. Теперь же прогресс позволяет максимально обезопасить свою жизнь и других, а игнорирование этой возможности может повлечь за собой множество жертв. Опасность заключается именно в том, что летняя резина, она становится деревянной. То есть даже когда вы трогаетесь с места, вот трогаетесь с места и такое впечатление, что вы едете на квадратном колесе. Пока колесо не разогреется, а дорожное покрытие, вы едете и подпрыгиваете. А так быть не должно. То есть оно становится очень жесткое и оно даже гудит сильнее. И естественно при торможении оно не сцепляется так с дороги, оно становится, ну деревянная деревяшка прокатывается по дороге и очень плохо тормозит. Обо всем сказанном учат еще на первых занятиях в автошколе. В наше время получить автомобильные права может любой желающий. Учиться и получить заветную корочку разрешения водить машину можно с 16 лет. И уже 18 уверенно сесть за руль. Автомобильная школа при Казанском федеральном университете принимает на обучение не только студентов вуза, но и школьников и лицеистов. Украшает ситуацию и мастонахождение школы. Она расположена прямиком на территории деревни Универсиады. И на занятия можно просто спуститься к четвертому дому. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюс.